Аркам ТВ представляет. Отпишись от них. Это сумка Фэнди, которую ей подарил муж. У нее потрясающий дом. Мне нужно обновить гостиную. Посмотри, какая она худая. Мусульманы каждый день забрасывают информацию, начиная от друзей и до продавцов и рекламодателей. И я даже не буду начинать говорить об инфлуенсерах. Поскольку большинство из нас предпочитает сидеть в интернете в качестве веселого способа скоротать время, я думаю, будет лучше взглянуть на это более внимательно. Кажется, что мы находимся в бесконечном потоке новостей. Исследования показывают, что это оказывает негативное влияние на женщин по всему миру. Мы постоянно получаем информацию, которая является бесполезной, которая не имеет к нам никакого отношения. И что хуже всего, это информация, которая вызывает у нас зависть друг к другу и неуверенность в том, кто мы. Неужели нам действительно нужно знать, как выглядит ее дом, муж и дети, когда мы даже не знаем этого человека в реальной жизни? Привносит ли данная информация хоть какую-то ценность в нашу жизнь? Или интересует жизни других, мы лишь питаем наше внутреннее любопытство. Нам стоит избегать эту черту характера, насколько это возможно. Как сказал пророк «Мир ему и благословение Аллаха», одним из признаков хорошего исповедания и сламочеловеком является его отказ от всего того, что его не касается. Мало того, что такая информация никак не обогащает нашу жизнь, но также она вызывает чувство зависти, ревности и неуверенности. Будь то их материальное богатство, их физическая красота или даже их отношения, такое воздействие со стороны не позволяет нам быть довольными жизнью. Исследование показывает, что у молодых женщин быстро формируется негативное восприятие своего тела, в то время как у женщин постарше продолжает развиваться чувство неполноценности, когда они сравнят свой образ жизни с инстажизнью и карьерой других женщин в интернете. Совсем неудивительно, что психологи уже советуют нам отписаться от всех тех, которые заставляют нас чувствовать себя таким образом. Многие из нас забывают, что большинство тех, за кем мы следим в интернете, преподносит нам отфильтрованную версию своей жизни, которая не является настоящим отражением реальности. Большинство людей в интернете публикуют только самые эффектные и лучшие моменты своей жизни. В это же время они скрывают детали, о которых людям не стоит знать. Сколько знаменитых пар развелись после того, как их отношения были для нас примером для подражания. Сколько известных личностей в социальных сетях были пойманы на том, что вели фальшивую жизнь в то время, как были для нас источником вдохновения. Нам нужно не забывать о довольстве тем, что дал нам Аллах, и отказаться от постоянного желания узнать о жизни других. Как сказал Аллах в Коране, не желайте того, посредством чего Аллах дал одним из вас преимущества перед другими. Если мы действительно хотим заглянуть в жизнь кого-то еще для сравнения, пусть это будут те, кто ниже нас по статусу, будь то бедные или нуждающиеся. Возможно, это научит нас быть довольными и не даст нам разрушить те милости и благословения, которые у нас уже есть. Или пусть это будут люди, которые повышают нашу духовность. Пусть это будут люди, которые не зациклены на себе и не эгоцентричны. Лучше спросите себя, как этот человек заставляет меня чувствовать себя? Принесет ли этот человек пользу моей религии? И если от него вам не будет никакой пользы, сделайте себе одолжение и отпишитесь от него. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркам ТВ Развивайтесь вместе с нами! Субтитры создавал DimaTorzok